Именно 17 мая 1991 года интернет получил собственную жизнь после утверждения стандарта World Wide Web. Сегодня без всемирной паутины не мыслят своей жизни миллиарды людей, которые с помощью сети интернет не только ищут информацию и общаются, но и совершают, не выходя из дома, многие действия. Прокладывают маршруты, оплачивают покупки и коммунальные услуги, заказывают авиабилеты. Однако неоспорим и вред всемирной паутины. Виртуальное общение, заменяющее реальную дружбу, онлайн-игры, отнимающие свободное время – все это делает людей замкнутыми, а иногда и приводит к серьезным психологическим проблемам. Мы решили узнать, как относятся к интернету в Рязани. Проблем много, а появился, ну, я пользуюсь крайне редко, только для получения информации какой-то. Ну, в какой-то степени хорошо, потому что нужно найти информацию нужную, а в какой-то степени не очень, потому что там сидят многие. Интернет должен, всех нужен. Никого не отказывать надо, никогда не отказывайте от интернета. Еще одна опасность, которая сегодня волнует по большей части государственные структуры – хакерские атаки. Буквально 12 мая было зафиксировано порядка 45 тысяч попыток атак в 74 странах мира, основная часть которых пришлась на нашу страну. В том числе компьютерные сбои были зафиксированы и в Рязани. Это работают группировки, там не только хакеры, там целые группы лиц, там и кодеры, и другие, и дропы, и нальщики, и обнальщики. Там целые группировки, которые действуют в информационно-телекоменационных сетях. Самое интересное, они друг о друге практически ничего не знают, кроме псевдонимов, общаются по псевдонимам. Это была организованная атака, это, конечно, видно. Вопрос номер два – либо действительно вывести из обслуживания, либо это был какой-то пробный инцидент. Сегодня специалисты говорят о том, что это только начало, и уже в ближайшем будущем стоит ожидать новых попыток взлома различных систем. Однако простых обывателей хакерские атаки интересуют мало. А вот компьютерные вирусы могут доставить реальные проблемы каждому. Активное распространение вредоносное ПО получило в России в начале 90-х годов. Вредоносное программное обеспечение усложнялось ежегодно. Появлялись сначала классические компьютерные вирусы, которые работали на срабатывании, заражали операционную систему, на выполнении файлов. Потом вредоносное ПО появились и шифровальщики, как вот была ситуация по этой кибератаке. И Троян сейчас активно распространены бот-нет-сети, то есть это сеть зараженных компьютеров, которая управляется удаленным сервером и осуществляет тоже определенные действия в сети интернет. Чтобы противостоять вредоносному программному обеспечению, в первую очередь требуется установить лицензионную операционную систему, вовремя ее обновлять, конечно же применять антивирусы и следить за частотой пользования интернетом. И помните, для хакеров не существует неинтересной информации, ее они могут найти даже в домашнем компьютере. Так что, пользуясь всеми достижениями прогресса, не стоит забывать о безопасности, ведь владеющая информацией владеет миром. Спасибо.